Я сначала помещение все это кварцую, перед каждым сбором капельницы прокварцевала и после этого я вот здесь вот пеленочку стелю, стерильную все и собираю капельницы. Спальня семьи Скубиевых давно превратилась в больничную палату. Под капельницей малышка Вероника проводит по 18 часов в день. Вот этот пакет мы каждый день капаем. То есть подключаем в 8 вечера и до часов до 9 следующего дня мы капаем вот этот препарат. По врачебным меркам Вероника Скубиева уникальный в Приморье ребенок. Вот только гордиться этим не приходится. Обследование, скрининги, беременность у мамы Натальи проходила безупречно. Никаких подозрений у врачей не возникало даже тогда, когда в роддоме малышка отказалась брать грудь. Ее приложили, она отказалась сосать, то есть не стала. Ну, врачи как-то не придали абсолютно никакого значения. Там у нас отвели в палату, все. И уже в палате я ей снова грудь предлагаю, она отказывается. Ну, ладно, пусть поспит, все-таки надо отдохнуть ей. Все. А на следующее утро я снова о груди ее. Она есть, отказывается. Поражение центральной нервной системы при родах. Первое, о чем подумали врачи в роддоме. На обследовании дочери Наталья настояла сама. Хирург посмотрел, сказал, что патологий никаких нет, все нормально. Но у нее проблемы были со стулом. У нее стул фактически не отходил. Сказали сделать клизму, промыть кишечник и все должно наладиться. Так и произошло. Девочке стало лучше, маму с малышкой выписали домой. Вот только стул у Вероники окрасился в черный цвет. Родители обратились в больницу в Уссурийске. Несколько дней там лечили от кишечной инфекции, а дальше вызвали медицину катастроф из Владивостока. В Приморской столице девочку экстренно прооперировали, поставив диагноз синдром Леда. Хирурги удалили полтора метра тонкой кишки. Осталось лишь пять сантиметров. Леда – это кишечник, не развернулся во время развития внутриутробно. И получается, когда мы пролежали у дубовой роще, протянули, слишком много времени прошло. То есть, там четыре-пять дней, получается, кишечник наш просто разложился. И весь стул, который был кал в кишечнике, он пошел прямо к ей в живот. Пошло поражение всех внутренних органов. Это и печень, и почки, и селезенка. Ну, в общем, все. В итоге у девочки пошло заражение крови. Врачи честно признались родителям. Есть только пять процентов, что Вероника выживет. Далее последовала вторая операция. Остаток тонкого кишечника соединили с остатками толстого. Однако и после непроходимость кишечника сохранилась. Ребенок находился на парентеральном питании. Делать еще одну операцию владивостокские хирурги не решались. В край Вероника оказалась единственным ребенком с таким заболеванием. Консилиумом решили, что маленькую пациентку необходимо отправить в столичные клиники. Однако в конце года медицинские учреждения брать девочку отказывались. Приезжайте в следующем году. А нам следующего года ждать нельзя было. У нас буквально неделя-две. Ну и потом вот нам фонд, Росфонд помог, поехали. Нашел клинику в Москве и мы туда уехали с помощью них, конечно. В Москву летели вместе с врачом-реаниматологом. Привезли девочку в тяжелом состоянии. Оказалось, на месте соединения толстой кишки с тонкой образовалась киста. За месяц после операции она полностью заполнилась гноем. Чудом малышку доставили в столицу. После очередной операции Вероника вместе с мамой три месяца прожили в Филатовской больнице. Врачи подобрали парентеральное внутривенное питание. Правда, с диагнозом, поставленным владивостокскими врачами, соглашаться не спешили. Они посчитали, что и удалили они слишком много, и, возможно, можно было как-то сохранить. И вообще то, что они не особо согласны, что это был синдром Леда, ну, как они объяснили, то, что не мы же первыми это оперировали, первые увидели, и неизвестно, что там было и как на самом деле. Но я владивостокским врачам очень благодарна. То есть все, что они могли сделать, они сделали. А то, что у них опыта нет, ну, что ж поделать, что она у нас такой единственный ребенок в крае. Теперь с московскими реаниматологами мама круглосуточно находится на связи. Иногда контакты приходится давать и местным врачам. Самое страшное позади. Теперь главное – строго соблюдать все рекомендации. Ну вот, благодаря ним, да, благодаря им, и вот теперь, как бы, слава Богу, все нормально. Да, Ника? Сегодня динамика развития кишечника, по словам врачей, положительная. Ника восстанавливается. Но парентеральное питание необходимо продолжать. Однако закупленного с помощью Русфонда осталось максимум на месяц. В Краевом департаменте здравоохранения, несмотря на уникальность ситуации, в помощи отказали. Поэтому надежда у семьи снова и снова только на приморцев. Сумма, необходимая для покупки парентерального питания и на расходники для инфузионного аппарата – 1 миллион 317 тысяч рублей. Естественно, своими силами Скубьевы таких денег собрать не могут. К тому же в семье трое детей. А Веронике, помимо этого, каждый день требуются дополнительные медицинские препараты, которые родители также покупают за свой счет. Безусловно, такой режим отразился на характере девочки. Человек, она очень сильный. Ещё можно позавидовать силу воли и тому подобному. И характер у нас очень серьёзный. Она ко всему с пониманием именно относится. То есть вот именно такой вот, как сдолженный. То есть если что-то говоришь, она понимает, что это нужно, и она будет это делать. То есть нет вот какой-то такой детской забавы какой-то, что там пошутить, ещё что-то. Нет, она вот именно серьёзно как-то так всё. Чтобы принять участие в сборе и помочь Веронике побороть недетские сложности, необходимо отправить СМС-сообщение со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость 75 рублей. А пока Нику поддерживают любящие родители, старшая сестра и брат. За это младшая радует домочадцев весёлыми песнями, танцами, а главное – жизнерадостной улыбкой. Инна Щедрова, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. За организацию съёмок благодарим сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели».